Бокер Тов, доброе утро дорогие друзья! Мы начинаем наш пятый урок по недельной главе Торы Охарей Мод. И у нас есть вторая заповедь из двух предписывающих. Называется заповедь покрывать кровь животного, которого зарезали. И Тора пишет, что кто поймает животное и зарежет ее, зарежет это животное, он обязан кровь, которая в стекла, присыпать землей. И разбирает книга Сефрахену, что это такое. Потому что если мы берем службу в храме, которую Тора описывает, то режется животное и берут кровь его и в случае жертвы сожжения окропляет жертвенник со всех сторон, а оставшуюся кровь выливает на основание жертвенника, там есть желоб, по которому он уходит, с водой уходит за территорию храма. И если жертва грехочистительная, то обмазываются углы жертвенника так называемые и тоже оставшуюся кровь выливает на основание жертвенника. В общем, в случае жертвоприношения все идет по-другому. Но если человек для себя зарезал животное для еды, то в этом случае обязанность покрывать кровь это заповедь. В общем, получается, что мы должны, зарезав животное, любое, мы должны прикрыть кровь ее землей. И написано, если кровь, допустим, она разбрызгалась и попала на стены там, или на ноже осталось, или нужно ли ее тоже приспать землей, то мудрецы выводят из слов Торы, что даже покрыв небольшую часть крови животного землей, этого достаточно, чтобы заповедь была выполнена. То есть не надо из настены крови ее засыпать землей, эту стену или что-то делать, этого делать нет необходимости. Вот так вот. Какая это должна быть земля? Любой прах земли мудрецы разбирают, что это земля рыхлая должна быть. Даже если взять песок, даже, мудрецы говорят, даже золотой песок засыпать, все равно будет считаться, что заповедь выполнена. Вот так. В общем, кровь это очень важная заповедь. И написано, что кровь жизненной силой искупает, и к ней надо относиться очень серьезно. Потому что душа всего живого в крови. И Всевышний предназначил кровь для окропления жертвенника. Вот так вот. То есть, это вторая предписывающая заповедь в главе о Хареймот. Мы вчера говорили, что у нас есть две предписывающие заповеди. Первая это служба Йом-Кипура. И вторая, вот присыпать кровь животного. И у нас еще есть 26 запретов, о которых будем дальше говорить. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахун, Владир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хая Малка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, в памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бот Клара, Гитл бот Мирьям, Борис бен Мерия, Анна бот Ривка, Парина перв бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софи, Двора бот Мирьям, Боисей бен Ева, Ирина бот Войра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бот Ита, Схаршвон, Бейла Мотл, Фира бот Ана, Гитл бот Мирьям, за хорошие духа Рона Ребен Войра, Денис Бен Нахум, Авигаль бот Сара. И законченная страшная война. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч.